Всем привет! Вы не поверите, сегодня я решила снять видео. Я их снимаю обычно по понедельникам, у меня больше времени, и день планирую именно так, чтобы в понедельник снимать видео. Сегодня села и поняла, что я вообще не подготовилась, я не приготовила какую-то специальную тему. Ну, обычно я всегда продумываю этот вопрос, и такая уже сажусь перед камерой, зная, о чем я буду говорить. Сегодня не такой день, не было времени даже подумать о том, что сегодня вам вещать, но нам пришло поделиться с вами теми вещами, которыми я занималась в последнее время. Той работой над собой, которую я делала, возможно, кому-то из вас будет это интересно, и, может быть, кого-то я вдохновлю. Во-первых, хотела всех пригласить, кто еще не был в моем шоуруме, в гости, потому что мы практически закончили весь дизайн шоурума. Я буду очень рада видеть каждого из вас, даже кто был, все равно приходите еще раз. Если вы смотрели какие-то мои предыдущие видео, то вы, наверное, знаете, что я в новом году начала чуть больше времени уделять своему внутреннему миру. Я посмотрела видео одного из моих любимых блогеров на YouTube, ссылку именно на это видео в инфобоксе я оставлю, ее зовут Мими Айкон. Она потрясающая девушка, я не буду сейчас вдаваться в подробности, что именно она делает, потому что она делает кучу всего интересного. У нее, правда, англоязычный канал, но, хотя она говорит по-русски, но каналы она ведет на английском языке. Ну, для тех, кто, может быть, не знает английский язык, потом вы можете мне написать, я, может быть, вам могу в чем-то помочь. Она говорила о том, что есть, ну, она сама создала эти три шага для того, чтобы ваши мечты стали сбываться. И это такие вещи, о которых, я думаю, каждый из вас слышал, потому что я об этом слышала не раз, но никогда как-то не было времени, не было достаточно мотивации для того, чтобы это сделать. Первое, что она предлагает, это сделать мудборд, взять ватман и на ватман наклеить какие-то вырезки журналов, распечатки из интернета, вещей, которые вы хотите в жизни для себя. Тут нужно покрыть все области, то есть это семья, это ваше здоровье, это ваш внешний вид, это ваша работа мечты, это все-все-все. Все это должно быть как бы визуализировано на этом ватмане. И не обязательно на него смотреть каждый день, как раньше я читала, что вот вы должны повесить это и смотреть на это каждый день, а лучше просыпаясь на это смотреть. Но нет, она говорит о том, что вы просто можете это сделать, но надо вложить всю свою душу и сердце, приклеить на этот холст, грубо говоря, именно те вещи, которые вы прям вот очень хотите для себя. И просто его закончите, можно свернуть и куда-то положить. Не обязательно его в раскрытом виде держать, да, может быть, вы чего-то стесняетесь, может быть, вы не хотите, чтобы кто-то другой это видел. И этого достаточно для того, чтобы это начало работать, чтобы запустить этот механизм. Она там говорит феноменальные какие-то вещи, что там по прошествии где-то 5-7 лет она поняла, что там 80% всего, что она на этом ватмане наклеила, все это сбылось. И там такие детали, и что... Ну, это правда, действительно, я слышала не раз, что это работает. Ну, даже если это не работает, почему бы это не попробовать? Я взяла вот такую кипу журналов, у меня была огромная стопка журналов, и, если честно, очень-очень мало я сделала вырезок. И здесь такие вещи, которые меня вдохновляют. Это, конечно, не прям то, что вот я хочу, например, это в жизни. И вот я поняла, что, во-первых, я не хочу никаких материальных вещей конкретно. То есть я не хочу сумку Шанели, я ее наклею. Я этого не хочу. Есть определенные какие-то fashion items, которые мне нравятся очень. И я бы хотела иметь что-то подобное в своем гардеробе. Это меня вдохновляет. Такие вещи я вырезала. Сейчас покажу вам немножко. Конечно, лучше всего использовать интернет, потому что на просторах интернета сейчас столько всего можно найти. Ну, смотрите, я вот тут вырезала разные штучки такие, разные картинки, которые меня вдохновляют. Вот такие, с отдыхом, вот такие там. Ну, это такое личное. Я не буду вдаваться в подробности и вам рассказывать это, потому что у каждого должно быть что-то свое. Каждый о своем мечтает. В общем, я еще не закончила, я еще не начала даже клеить на Батман эти вырезки, потому что я хочу собрать полностью все. Я сделала еще распечатки с интернета. И тогда я сделала свой мутборд. Вторую вещь, которую она там советует, это написать письмо, любовное письмо о самой себе. Но только писать его так, как будто бы вы пишете уже через три года, то есть там 2019 год. И ты пишешь себе письмо от своего лица и благодаришь там за хорошие эти три года, за то, что ты за эти три года ты была там. И начинаете перечислять, какими были эти годы для вас, как вы себя чувствовали, какие у вас были отношения с семьей, и какие у вас были отношения с друзьями, от каких вы добились высот в работе. То есть все, что вы хотите, все, что для вас идеально, все это нужно написать себе в дневнике. У меня вот как раз лежал без дела такой блокнотик красивый из Кампа Марца, и я все не знала, как его применить. И я уже начала писать письмо себе. Не дописала, но она, конечно, советует это делать, прям вот сесть, потратить часа два-три своего времени, чтобы вас никто не трогал, и написать такое честное письмо себе. У меня там осталось немножко, я его допишу, я думаю, сегодня. И третье, что она советует после этих двух шагов, что она советует, это снова открыть вот это письмо и начать планировать. То есть понятно, что мы можем мечтать, мы можем надеяться на судьбу, но удача не приходит просто так. Вы должны очень-очень много работать, очень-очень много приложить усилий для того, чтобы ваши мечты начинали становиться реальностью. И вот об этом я предлагаю лучше вам у нее посмотреть это видео, для того, чтобы полностью она там просто в таких подробностях рассказывает о том, как это сделать. Ну, в общем, делюсь с вами этим личным пунктом своей жизни. Я еще с друзьями своими даже и с подругами не делилась. Ну, и вот делюсь с вами, и надеюсь, что вас это вдохновит также на создание своего мудборда и на написание письма. Это в целом неплохая работа над собой, для себя, есть о чем подумать. Очень здорово, когда вы можете все свои мысли и планы в одну кучу, и потом на эту кучу вот так вот смотреть, посмотреть. То есть не так, что вы что-то забываете, начинаете вспоминать, откуда-то брать. Когда у вас уже все вот так вот написано, вы четко знаете, куда вам дальше идти. Сейчас я хочу вам показать немного мой шоурум. Возьму свою треногу. Это мой кабинет. Здесь вот не очень убрано. Здесь мой inspiration board. Это не мудборд, это не лично, это просто мне нравится. Разные картинки, вдохновляющие открытки. Это картина. Нарисовала моя сестра картину. Тема немножко такая не детская, но это искусство. Так, вот шоурум. Вот так он выглядит. Вы уже могли видеть шарики с открытия. Я делала открытие для моих только близких друзей, для моих подруг. А вот что я хочу вам показать. Это юбки, которые мы сделали. Мы пошили. Еще не все готовы из того, что я хотела. Ну вот такие юбочки. Тут матрешки. Такое сделали мне. Тут еще не обращайте внимания на черные отметки. Это вот здесь мне мой супруг предлагает написать логотип поставить на магазин. Наверное, это надо сделать, надо заказать. Вот вторая юбка. Ну, скоро будет фотосессия, и вы сможете увидеть красиво, как эти юбки смотрятся. Здесь сумочки раздел. Тут декор для дома в основном. Подушки, колсты. Здесь вот можно наволочки. У нас просто очень много подушек, и здесь можно наволочки в каталоге выбрать. И здесь тоже вешалка с нашими юбочками, с нашими накидками. В общем, тут становится все лучше и лучше, красивее и красивее, поэтому я всех вас жду в гости. А, еще покажу что-то. Теперь у нас можно будет приобрести вот такой продукт. Это система домашней депиляции. Продает моя подруга Полина. Я укажу название ее инстаграм-профайла внизу в инфобоксе для того, чтобы вы проверили. Это феноменальная вещь. Всем девочкам надо брать для того, чтобы экономить время и деньги, и не ходить в салон, а делать все в домашних условиях. И еще одно мое недавнее знакомство, которому я очень рада, это вот. Le Bouquet, студия авторской флористики. Они делают все. Оформление мероприятий, свадебная флористика. Вот написано стильные европейские букеты, витринистика. В общем, они делают очень много. Вот у них такое даже есть красивое. Листовка красивая. Мы с ними сотрудничать будем, возможно. Вот, что еще хотела вам показать. О, классная посуда. Посуда из... Как будто бы из мультика «Красавица и чудовище». Помните, где они там? У них чайнички танцевали, кружечки. Вот. Такая вот дизайнерская посуда. В общем, расширяю ассортимент. А, вы не видели крутую наклейку. Для того, чтобы сделать декор дома, не обязательно раскрашивать или звать художников и раскрашивать стены. Достаточно купить виниловую наклейку и приклеить на стену. Это занимает очень мало времени, но очень хорошо и красиво смотрится. Так, ну что ж, дорогие мои, это было немножко сумбурное видео. А, еще вам покажу. Если вы помните, в видео про «Что в моей сумке», которое оказалось самым популярным на моем канале, я не думала, что людям интересно смотреть, что в чужих сумках, но все же. Сейчас поставлю трипота. Я говорила о том, что я хочу приобрести новую сумку, которая была бы небольшого размера. И вот я нашла, нашла такую сумку. Ребятки, девчонки. Вот, она чуть больше, конечно, чем та моя маленькая была, но она настолько вместительная. У нее есть вот такой длинный ремешок, который также через плечо. Она просто чудесная. Такие сумочки пришли к нам в шоу-рум подобные, и разные формы. Есть и большие, и поменьше. Тоже можно у нас купить, и я себе отхватила черненькую, как я и хотела. Она вот прям под все подходит. Я уже недели две ношу только ее, только эту сумку. Спасибо вам большое, что вы смотрите. Скоро буду снимать что-нибудь еще интересненькое. В планах очень много, времени очень мало. Увидимся в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!